Всем привет и добро пожаловать на канал Брутального Повара-Металлиста! Сегодня, по вашим просьбам, я наконец-то попробую продукцию FitKit. Честно говоря, я уже её пробовала, но это было очень давно. И я покупала тогда всего лишь две печеньки, которые были уже засохшие, несвежие. Потому что покупала я их в магазине спортивного питания, а не заказывала. Ну, в общем, тот опыт был печальный. После этого я FitKit не покупала, но сейчас, наконец-то, исправляюсь. Заказала я Twisted Protein Cakes. Это такие печеньковые десерты. И пришли они мне вот в таких вот четырёх коробочках. Там всего на сайте было четыре вкуса. И всех их я заказала. Собственно, пришли мне полностью идентичные коробочки. Какой тут где вкус, непонятно. Поэтому я сразу достала печеньки, чтобы вам их показать. Я заказала по четыре штучки в коробочке. Вообще, стоили все эти коробочки две тысячи с чем-то рублей. Но каждая по отдельности стоила пятьсот восемьдесят. Это нифига не дёшево. Потому что за одну штучку получается сто сорок пять рублей. Ну, как бы дороговато. Хотя печеньки весят по семьдесят грамм. В принципе, этим можно обожраться. Но посмотрим, какое будет у них качество. Собственно, вкусы я заказала следующие. Первый. Манго-персик киви. Очень такая красивая упаковочка. Мне нравится. У них, в принципе, всё круто оформлено. Следующий вкус. Ром-гранат. Очень интересно. Третий вкус. Лаванда-сыр. Вот меня очень привлекло это ассорти, потому что вкусы реально неповторимые. Я такие не встречала. И последний вкус. Вишня, миндаль и банан. Звучит классно. Ну что ж, начнём пробовать. Начнём пробу с печенья манго-персик киви. Очень яркая упаковочка. Здесь изображены фруктики. И такая вот разноцветная печенька. Также здесь указано, что нет сахара. Тут что, кокосовый бисквит, что ли? Ну да, кокосовый бисквит. 25% протеина. И много клетчатки. Так, посмотрим на состав. Здесь нету никаких фруктов. Есть только натуральные ароматизаторы. Также в глазури опять заменитель какао-масла. Блин. Вот печенье такое дорогое, а они жмотятся на какао-масло. Говно какое-то. Я так не играю. В качестве подсластителя здесь мальтит, а в остальном печенье по составу такое же, как и все остальные протеиновые печеньки. Что по КБЖУ, то здесь больше всего белка, очень мало жиров и чуть меньше углеводов, чем белка. На всю печеньку на 70 грамм 184 калории. А вот на 100 грамм здесь калорийность не указана. Ну, для меня это не очень удобно, потому что не так удобно сравнивать с продукцией других производителей. Кстати, пишите в комментах, как вы считаете, нужно ли обязательно указывать калорийность на 100 грамм или нет. А теперь давайте откроем печеньку. Ой. Что-то она тут какая-то вся расхреначенная. А пахнет, кстати, вкусно. Прямо такой запашок пошел. Ой. Ну, конечно же, она прилипла. Вот так вот это выглядит. Тут все потрескалось, и почему-то оно все прозрачное даже. Пахнет печенька приятно, но я бы не сказала, что едой. Скорее, она пахнет губной помадой, чем-то таким немного химозным. И запах мне вообще напоминает какой-нибудь пудинг, типа гран-десерт. Там, например, вот клубника белый шоколад. Вот здесь такой же запах, хотя клубники тут вроде нету. Да, кстати, забыла сказать, еще ощущается запах кокоса. Довольно аппетитненько. Давайте посмотрим на нее в разрезе. Суфле очень воздушное, но опять все липнет к ножу. Бисквит как-то крошится, как вы можете заметить. Выглядит это все, конечно, очень круто, но я что-то как-то сомневаюсь во вкусе. Давайте попробуем. Тут вроде все три цвета есть. Консистенция просто обалденная. Мягчайшая. Именно у печенья у самого. Очень нежная. Чувствуется кокос. Насыщенный такой кокосовый вкус. Я думаю, это, наверное, ароматизатор, но он прикольный. Вкусный. Суфлешка. Мне сначала показалось, что она липкая, но немного липнет, но во рту растворяется. То есть к зубам ничего не прилипает. Вкус сладенький, приятненький. Но вот вкуса суфле как такового я не очень ощущаю. Какие-то фруктовые нотки есть. Сейчас попробую распробовать. Но я вроде чувствую манго, но больше ничего. Как-то киви, персик здесь не особо чувствуется. Вот сейчас я оранжевый откусила слой. Пытаюсь распробовать персик. Да. Вот. Сейчас распробовала. И вкус у него как будто как у жвачки персиковые. Реально. Жуешь жвачку, и у него вот именно такой ненатуральный, такой сильный вкус. Ну, что я могу сказать? Задумка очень классная. Печенье свежее. Очень мягкое. Но вкусы, конечно, не особо классные, потому что там тупо ароматизаторы. Ничего, собственно, никаких кусочков, никаких фруктовых пюре здесь нет. Это немного печально. Но в целом печенье вкусное. Не то, чтобы я в каком-то прямо в восторге. Но я с удовольствием перекушу таким еще не раз. И периодически, думаю, можно такое заказывать. Хотя я не очень люблю белый шоколад. Но, кстати, в этой глазури не чувствуется заменитель какао-масла. Вот как я недавно снимала обзор на эти ее батоны. Вот там прямо мерзотный был заменитель какао-масла. Вот здесь нормально. Но, может быть, это из-за того, что глазурь тонкая. В целом можете заказать, попробовать. Следующий вкус, который я попробую, будет ром-гранат. Здесь у нас изображен гранат в каких-то что-то такое. Какие-то плески, видимо, это ром так изобразили. Тут у нас кофейный бисквит. Это какая-то дикая смесь ром-гранат и кофе. Не знаю, что из этого получится. В составе у нас добавился какао-порошок и кофе. В остальном, в принципе, все то же самое, что и в предыдущей печеньке. И калорийность, кстати, абсолютно такая же, как и у прошлой печеньки. Мне, знаете, кажется, что опять здесь у всех печенюшек будет одинаковая калорийность. Не знаю, верить этому или нет. Ну, хрен с ним. Давайте откроем. Тут опять все прилипло. Нафиг. Меня вот это бесит. Знаете, суфле трескается и прилипает к упаковке. И хрен его ты отдерешь оттуда. Сейчас я постараюсь аккуратно. Вот. Здесь опять все трескалось. По запаху печенька мне напоминает какое-нибудь птичье молоко, конфеты или зефир в шоколаде, но не очень дорогой зефир, потому что чувствуется такой какой-то сладкий запах и заменитель какао-масла тоже чувствуется в запахе шоколада. Ну что ж, давайте ее разрежем. Мне кажется, с этого ракурса она похожа на жопу. Так. Здесь у нас два цвета. Опять бисквитик крошится, но он, по-моему, снова очень нежный и мягкий будет. Ну что, давайте заценим. Тут почему-то печенька значительно толще, чем суфле. Ммм, да, консистенция такая же мягенькая. Я сейчас откусила, судя по всему, ромовый слой. Похоже на алкогольные конфеты. Немножечко такой ромовый вкус есть. Приятненький, кстати. Что насчет розового суфле? Сначала вкус не чувствуется, а потом проступает, но я бы не сказала, что это вкус граната. мне вообще это напоминает малину. Реально, почему гранат? Это не похоже на гранат? Это реально похоже на какие-то ягодки. Очень странно. Сейчас попробую все вместе. Ммм, в целом прикольное сочетание. Вот, тут бисквит кофейный, но, честно говоря, тут кофе-то особо и не чувствуется. Грамотно подобрано. Реально, я думала, что это будет какая-то дичь, но все вкусы сочетаются очень классно. То есть, и кофе, оно как бы чувствуется, но слабо. Ром чувствуется. И вот такой вот сладенький вкус. Но это не гранат, конечно, но как будто что-то ягодное. И все вместе сочетается довольно интересно. Мне я даже не знаю, какой вкус мне нравится больше, прошлый или этот. Но так как тут шоколад темный, наверное, все же этот. Хотя там кокосик, а тут кофе. В общем, мне оба зашли. Советую заказать, попробовать. Следующий вкус, который я попробую, будет лаванда-сыр. Упаковки у них, конечно, шикарные. Мне очень нравится оформление. Здесь нарисована лаванда, кусочек сыра, такая вот тоже двухцветная печенька. И здесь у нас бисквит клубничный. КБЖУ абсолютно такой же, как у двух предыдущих печенюшек. Я уже не удивляюсь. Не знаю, верить им или нет. Как вы думаете, нас обманывают? Или действительно у всех этих печенек одинаковые КБЖУ? В составе нет ничего нового, никаких новеньких добавок. Видимо, только ароматизаторы меняются. Ну что ж, откроем. я очень надеюсь, что оно не прилипло. Хотя, наверное, не стоит на это надеяться. Как его открыть-то? Так. Пахнет уже приятно. Но оно, конечно, прилипло. Смотрите, что там творится. Ужас. Как его вообще вытащить? Так. О! нифига себе цвет. В запахе я хорошо чувствую лаванду, но запах сыра как более слабый не ощущается. Итак, разрежем. Шоколад хрумкает. Тут, видимо, потолще слой глазури. Вот так вот это все выглядит. Очень ярко. Красители явно не жалеют. Итак, попробуем. Честно говоря, цвет этого суфле похож на цвет плесени. Зеленый такой. Печенька очень вкусная. Сама вот этот бисквитик. Но в сочетании с суфле как-то странно получается. У него такой насыщенный лавандовый вкус. Как будто духи ешь. Вкус у печеньки похож на вкус какого-нибудь клубничного пудинга. Типа того же гранд десерт. Я люблю с ним все сравнивать. Клубника белый шоколад. Вот такой вот вкус. Мне очень нравится этот пудинг и этот вкус. Сейчас попробую желтенькое суфле. У желтого суфле я что-то никакого вкуса не чувствую. Не знаю, может быть это какой-то нейтральный вкус типа какого-то творожного сыра, но я его не чувствую вообще никакого. Просто приятно сладенький. Пишите в комментах, вот вы любите лавандовые десерты, типа там какой-нибудь чизкейк лавандовый, это же типа модно. Но что касается меня, то как-то для меня этот вкус не сочетается со вкусом еды. Он больше как какие-нибудь ароматизаторы там в комнату например поставить или те же духи. Потому что в этой печеньке он интересно, но странно сочетается с клубничным вкусом, но в принципе неплохо. Вкусно, но кажется как будто химозно. Само печенье опять же безумно мягкое, очень приятное по консистенции. Даже шоколад вкусный, несмотря на то, что он заменитель какого масла. В целом печенье классное, как и две предыдущие, но вот этот лавандовый вкус мне кажется здесь лишний, а вкус сыра собственно я и не почувствовала. Ради интереса можете заказать такое попробовать, потому что в принципе печенье вкусное, очень интересное и думаю многим из вас может оно понравиться. Но лично мне данный вкус зашел меньше, чем предыдущий. Может быть как-то наравне с первым, не знаю, потому что в первом я тоже чувствовала какой-то такой сильно химоватый привкус этого персикового ароматизатора. Пока прошлая печенька для меня лучше. Итак, мы переходим к последнему вкусу вишня, миндаль и банан. Здесь изображены все составляющие. Бисквит тут у нас шоколадный. Что касается состава, то он абсолютно ничем не отличается от состава других печенек. Здесь нет ни миндаля, ни вишенок каких-нибудь сушеных, не знаю. Тупо ароматизаторы, красители и все. Как-то это немного печально. Но и КБЖУ собственно тоже не отличается от КБЖУ других печенек. Я в этом очень сомневаюсь, конечно, уже тысячный раз повторюсь. Немного обидно за такие косяки, потому что печенье в целом мне нравится. Давайте откроем. На этот раз я его открыла сверху, чтобы она не прилипла. Ну и оно, конечно же, тоже все обтрескивает. В запахе я чувствую банан и вишенку. Такая прикольная смесь. Но, конечно, запах не особо натуральный. И вместе с шоколадом это все напоминает какую-нибудь мармеладную конфетку по запаху. Но довольно аппетитно. Сейчас мы ее не желе, а суфле. Оно, кстати, не прилипло. Блин, я все-таки не очень так круто разрезала. Видно только два слоя. ладно. Хотя если приглядеться, вон там виднеется желтенькое. Итак, заценим ее на вкус. Ой, что-то тут тянется. Это не слюни. но у бананового суфле ожидаемо вкус каких-нибудь банановых конфеток в шоколаде. Как вы знаете, если вы давно меня смотрите, то мне не очень нравится банановый вкус вообще где-то в десертах. Причем сами бананы я люблю, а вот этот банановый ароматизатор он какой-то слишком мощный и создается ощущение приторности. Хотя здесь в принципе у него не очень сильный вкус нормальный. Давайте теперь откушу вишневая суфля. Уже поприятнее. Тут опять же не особо натуральный вкус, как у вишневой мармеладки без кислинки, но приятненький. Теперь попробую белый. по идее он должен быть со вкусом миндаля, но мне кажется, что никакого вкуса не будет. Ну да, никакой вкус не чувствуется в белом суфле, но само печенье опять же мягенькое, оно чуть плотнее, чем у других печенек, потому что здесь какао, но тоже мягкое и очень даже вкусное. Ну что ж, подведем итоги. Честно говоря, я думала, что последнее печенье будет самым классным, но я, увы, ошибалась. Наверное, все испортил банановый ароматизатор или отсутствие какого-либо вкуса у белого суфли, не знаю, но она меня как-то не особо впечатлила. Я вряд ли снова закажу такой вкус. А вот остальные печеньки оказались поинтереснее. На первом месте для меня, как ни странно, оказался вкус ром-гранат. Я, честно говоря, не ожидала, что он будет на первом месте. На второе я, пожалуй, поставлю... Хм... Если честно, я бы на второе поставила и вкус с манго, персиком и чем-то там еще, и вкус с лавандой и сыром. Но, наверное, все-таки поставлю с манго, потому что там хотя бы чувствуются все вкусы. А в то время, как в лаванде я не почувствовала никакой сыр, но бисквит гораздо вкуснее в лаванде. У меня там понравился. Хотя кокосовый тоже ништячок такой. Ну и, как ни странно, на последнем месте у меня оказался последний вкус в моем рейтинге. Какие печенья я точно буду заказывать снова. Я думаю, что это ром-гранат. Возможно, периодически буду заказывать и лаванда-сыр, и манго, персик, и я забыла, что там еще было. В целом, данные печенья мне очень даже зашли. Честно говоря, это лучшие печеньки с суфле, которые я пробовала. Они даже, мне кажется, вкуснее, мягче, нежнее, чем у Чиколаб. Но единственное, что у Чиколаб там получше состав, чем здесь, потому что здесь тупо красители и ароматизаторы. Больше нифига. Ну и еще у Чиколаб они все по КБЖО различаются, а здесь все, собственно, производители написали одно и то же везде. Тем не менее, я вам рекомендую попробовать данные печеньки, потому что они действительно достойные, очень вкусные, и консистенция у них обалденная. Ну что ж, если вам было интересно это видео, то ставьте лайк, можете подписаться на мой канал, мне будет очень приятно. Помимо обзоров на протеиновые вкусняшки, я также снимаю обычные рецепты, подборки каких-нибудь рецептов, там тематические, например, на праздники, различные рационы с КБЖУ, в общем, есть что посмотреть. Также пишите в комментах, пробовали ли вы продукцию ФитКит, что у них вам понравилось, что не понравилось, что рекомендуете еще попробовать мне, потому что я однозначно буду пробовать еще какую-нибудь продукцию ФитКит, так как мне очень зашли данные печеньки, я думаю, что у них найдется еще какая-нибудь говнота для меня. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь, и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова